Охрана и безопасность, исправление людей, ставших на путь конфликта с законом, работа не для слабых. Поэтому в структуре УФСИН случайных людей нет. В девяти исправительных учреждениях региона, сменяя друг друга круглосуточно, трудятся более трех тысяч человек. В большем случае хочется сказать слова признательности всем руководителям слововых структур. Потому что за ту помощь и огромную работу, которая оказывает дельное взаимодействие с нашими структурами, мы, наверное, занимаем одни из лидирующих мест. Если взять рейтинговую оценку в целом по России, то мы в текущем году заняли пятое место. Сейчас концепция УФСИН направлена на социальную реабилитацию осужденных, подготовку к их освобождению. Приоритет педагогическим методом. Условия отбывания наказания становятся гуманией. Не последнюю роль играет трудовая адаптация. Осужденные получают образование, занимаются подсобным хозяйством и саморазвитием. Конечно, все это в неволе. Сейчас в Липецкой области под стражей за различные преступления находятся более шести тысяч человек. Если сравнивать с 2000-ми годами, когда я прибыл в колонию, было чуть-чуть похуже. Сейчас дальше больше. И вещи получаем именно в том объеме, даже, скажем так, то, о чем мы мечтали в те годы, не было этого. Сейчас это все выдается. Питание на уровень выше стало. Поэтому вопросов никаких не может быть ни к администрации, ни к уголовной исполнительной системе. Специфика работы обязывает держать себя не только в отличной психологической, но и физической форме. Для сотрудников ежегодно проводятся различные соревнования, марафоны, спартакиады. Соревенуются в футболе, арморестлинге, перетягивание каната. Для родных – шоу-программа. Дело в том, что мы в службе специфически работаем с осужденными. И не каждый член семьи знает, чем занимаются их родные и близкие, работая в системе. Поэтому эти покатные выступления являются примером того, чем их папа и мама занимаются на службе. Инспекторы, кинологи, начальники. Для заключенных все они не только надзиратели, но и наставники. Открытость и профессионализм – два качества, которые должны быть присущи сотруднику УФСИН, уверен Юрий Юферов. В этой профессии офицер без малого 20 лет. Он оказался одним из нескольких сотрудников, которым были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и присвоенные очередные звания. На самом деле у нас большой объем работы, очень много направлений, служб, деятельности, инженерно-технических, в том числе, и обеспечение связей. Вот. И, в общем, это, я считаю, праздник как честь, скажем так, для сотрудников нашей системы. С профессиональным праздником сотрудников УФСИН Липецкой области поздравили представители федеральной и региональной власти. Слава Богу, мы без всяких происшествий проходим год от года. Нет никаких резонансных, негативных в смысле событий. Это говорит о высоком качестве работы каждого из вас здесь присутствующего. Значит, в самих учреждениях налажено все в соответствии с действующим законом. Служба несется в соответствии с теми инструкциями, правилами, которые определены. И контроль за соблюдением на самом высоком уровне. За это вам, конечно же, большое спасибо. Вы делаете все для того, чтобы тем, кто пытается встать на путь исправления, сделать все помочь, чтобы они, возвратившись из мест лишения свободы, занялись общественно полезным трудом, вели праведный, законопослушный образ жизни. Завершился праздник красочным концертом, в котором приняли участие липецкие артисты, а также сотрудники ветерана УФСИН и их дети. Елена Логинова, Андрей Зубков, Липецкое время.